Утро доброе! Причем ее авторы не профессиональные художники, а ученики обычных школ. В Краснодарском выставочном зале представлено около 350 работ. Юные мастера, в отличие от взрослых, не боятся экспериментировать и пробовать новые краски и материал. Благодаря такой свободе фантазии и открытости всему новому работы получились интересными. Здесь можно увидеть цветы, фигурки выполнены из глины и даже храм Александра Невского в миниатюре. Они все очень разные, все очень интересные, очень творческие. В этом их отличительная особенность, потому что они не привязаны к академизму, к какому-то именно образовательному процессу. Поэтому они более свободные, более эмоциональные, очень яркие, красивые. Здесь и рыбы, здесь и даже какие-то самолеты. В общем, абсолютно все. У детских работ, подчеркивают организаторы выставки, есть огромное преимущество. Свежий взгляд на окружающий мир и людей. Для тех, кто хочет посмотреть на привычные вещи по-новому, может прийти на выставку. Она будет работать до 29 марта в Краснодарском выставочном зале на Рашпилевской, 32. Аргентинская танго пьет солы и хиты Ливерпульской четверки. Кажется, что их может объединять? Вечер балета пройдет в Краснодарском музыкальном театре. Зритель увидит сразу две постановки «Балет танго» и «Балет о любви», созданный на композиции легендарной группы Битлз. Кстати, специально для него танцовщики труппы музыкального театра освоили бас-гитару, барабанную установку и синтезатор. Так артисты вживались в образы героев спектакля «The Beatles Love». Именно их песни стали символом нового времени не только в музыке, но и в жизни. Причем гимн «Свободе» здесь звучит во всем. Он передается через пластику, движение, танцевальный рисунок. Не случайно оба эти спектакля впервые были представлены на фестивале современной хореографии в 2013 году. И кажется, они нашли своего зрителя. Их репертуар огромен от русской духовной музыки до лучших песен советских композиторов. В Краснодаре выступит хор Сретенского монастыря. Высокий уровень исполнительского мастерства, а также богатый, мощный, чистый звук вызывает восторг. Причем не только у российского зрителя. С большим успехом этот певческий коллектив выступает на концертных площадках мира. Он знакомит не только иностранную публику, но и наших соотечественников, оказавшихся за границей с русской историей и культурой. Уникальность этого коллектива подтверждает и тот факт, что именно ему было доверено выступать на церемонии открытия зимних олимпийских игр в Сочи. Хор Сретенского монастыря исполнил самую главную песню страны – гимн России. Славься, страна! Приходи за тобой! От южных морей до поля, до края распилуйся, живица и моря! Услышать красивое мужское многоголосие можно будет в Краснодаре 26 апреля. А теперь о том, какую роль Федора Бондарчука, кинокритики называют одной из лучших. И что такое счастье по версии молодых режиссеров, смотрим в нашей традиционной рубрике «Кинопремьеры».